Валентинка Первой заговорила Таиска. Она городская, всегда в городе жила. Там дома знаешь какие, избу на избу поставишь, и то мало будет. Одна из девчонок, Аленка, подсела к Валентинке. А у тебя куклы были? Были, тихо ответила Валентинка. У одной глаза закрывались. А еще чего было? Посуда. Но Таиска быстро оглянулась на мать и пришептала. А как все было-то? Немцы твоих родных убили, да? Да. И мамку твою, да? Да. Валентинка перестала улыбаться. Она тихо и безучастно положила куклу в ящик. Ей сразу вспомнился страшный день. Последний ее день в городе. Город бомбят. Их дом стоит окутанной дымом и пылью. Вместо окон темные дыры. На ступеньке выбегает мама с маленьким Толей на руках. Валентинка видит ее, как живую. Вот она в синем платье с черной развивающейся прядкой волос. Она испуганно кричит. Валя! Валечка! Вдруг удар! Бомба! Валентинка опомнила среди каких-то разбитых бревен. Видно, ее отбросило волной. И отсюда она увидела черную яму, груды обломков. И клочья синего платья под рухнущими кирпичами. Она царапала эти кирпичи, раскидывала, вкричала, звала маму. Но мама не откликнулась. Чужие женщины оттащили ее от разваля и насильно увели куда-то. И потом дороги, деревни, снега, лес и все время мороз. «Вы чего там затихли?» Беспокойно спросила мать. «Что случилось?» Девочки шмыгнули за дверь. «Иди сюда, дочка!» Ласково сказала мать Валентинке. «Иди, посиди со мной! Послушай, что я расскажу тебе!» Валентинка молча уселась на скамейку возле ее ног. Мать рассказывала какую-то сказку. Валентинка не слышала ее. Мама стояла у нее перед глазами. Стояла такая, как он и видел ее в последний момент. Испуганная с развивающейся прядкой. И то ли, обхватившей ее шею обеими руками. «Мама! Мамочка! Мамочка!» Повторяла про себя Валентинка. Обращаясь не к этой живой, а к той умершей. И вдруг посреди веселой сказки она уткнулась в серый фартук женщин и громко заплакала. Мать не утешала Валентинку. Она только гладила ее темные волосы. «Поплачь! Поплачь, дочка! Поплачешь — сердце отойдет!» Продолжение следует...